Работы идут полным ходом. Расширение школы номер 98 – настоящее событие для жителей Власихи. Расширяет учреждения за счет пристройки нового корпуса. Сегодня ход строительных работ проверяют глава Барнаула, председатель Гурдумы и, конечно, родители, которые с нетерпением ждут открытия нового корпуса. Объект этот, он действительно тяжелый, можно даже себе позволить сказать, там выстраданный. Мы его начинали еще в 2019 году, было расторжение по контракту, искали другого подрядчика, и так сложился объект. Сейчас мы набрали ту динамику, заключили контракт с другим подрядчиком. Я уверен, в ноябрем мы закончим строительство, и декабрем дети уже пойдут в этот, как мы его назовем, новый корпус, да? Современный новый корпус. Сегодня во Власихе живет почти 13 тысяч человек. В этой школе обучается около 1300 учеников. Причем это не только юные жители Власихи, но и поселка Октябрьского. Строительство нового корпуса – необходимость, ведь с каждым годом школьников все больше. Корпус рассчитан на 400 учеников. Его ввод позволит детям из Власихи и Октябрьского получать образование по месту жительства. Освободятся места в школах номер 50 и номер 118 Новосиликатного микрорайона, где они временно обучаются. А еще эту школу смогут посещать дети из поселка Лесной. Для барнаульских депутатов развитие системы образования, вопросы развития образовательных учреждений очень важны. Они все время на контроле. В последние годы в городе Барнауле активно идет реализация программ по модернизации образовательных учреждений, капитального ремонта и строительства. По словам Вячеслава Франка, строительство такого крупного объекта стало возможным благодаря поддержке краевого правительства, так как основную часть финансирования взял на себя региональный бюджет. По проекту в трехэтажном здании нового корпуса, помимо учебных кабинетов, появятся актовые и спортивные залы, отдельный пищеблок со столовой. Основное здание школы и корпус соединят теплым переходом. Мы чувствуем настроение родителей. Они понимают, что во-первых, они получают школу хорошую, а во-вторых, они получают плюс спокойствие себе. То есть ребенка не надо везти в другую школу, не надо тратить время на это. Но мы понимаем, что раньше здесь удобнее рядом с домом его проконтролировать. К тому же у ребенка есть возможность прийти домой, допустим, какой-то перерыв отдохнуть и пойти на дополнительное образование. Добавим, что параллельно строительным и отделочным работам запущен процесс оснащения нового корпуса школы современным оборудованием. На это выделено более 105 миллионов рублей из федерального, краевого и городского бюджетов. Ирина Корчегина, День с толком.